Я исследователь всероссийский конкурс для детей. Он проходил в несколько этапов. Последний завершающий состоялся в Сочи и участие в нем приняли наши ребята из гимназии номер один. С 29 по 31 мая проводился конкурс и на этот момент не должно было ребенку исполнить 10 лет. Саше 1 июня исполняется 10 лет. То есть я сказала, это судьба, нам нужно обязательно попасть и победить. Но хочу сказать о ребенке, что он меня очень порадовал, что я ему очень горжусь, потому что он очень собранный был. Мы с ним были вдвоем, без мамы, ездили в эту поездку. И он очень понравился жюри. На следующий день его жюри очень хорошо встречало во второй этап. И даже в статье, в интервью своем указали наш город и Сашу. Захотели приехать сюда и посмотреть все то, о чем он говорил. 14 регионов Российской Федерации приняли участие в конкурсе. Школьники соревновались в два этапа. Стендовая защита и научный доклад с презентацией. Из 129 конкурсантов во второй этап прошла половина ребят. Представители нашего города оказались в их числе. В первой части своих экспериментов я решил изучить свойства природного газа, так как смотрел фильмы. По телевизору часто показывают несчастные случаи с людьми, так как они не соблюдают правила безопасности при обращении с природным газом. И беседовал с учителем химией в нашей школе и со специалистами УАВР. И они мне сказали, что первое свойство природного газа, то, что он не имеет цвета и запаха, и обнаружить его отечку очень трудно. В своем выступлении на конкурсе Александр Зелепухин рассказал не только фактическую теорию на тему, но и представил исследование с экспериментом, проведенным на практике. Кроме того, по словам жюри, он блестяще ответил на вопросы о природном газе и занял второе место по итогам конкурса в своей секции «Математика-техника». В другой категории «Естество знаний и неживая природа» диплом третьей степени получила ученица первого класса нашей гимназии Есения Елисеева. На мероприятии она рассказала о различных опытах с яблоком. Современные дети любят заморские фрукты. Я решила им доказать, что яблоко, оно полезное, и его нужно употреблять чаще в пищу. Мы определяли наличие воды, яблочной кислоты, крахмала, железа, йода, как влиять на яблоко и есть витамин С яблоки. Также в конкурсе участвовала ученица первого класса гимназии Полина Юртаева. Темой ее выступления стало «Негативное влияние шума на организм человека». Я побывала на лабораторной работе по дисциплине безопасной жизненной деятельности. И я там увидела интересный прибор шумомер. И можно измерять уровень шума. И мне стало интересно, какой уровень шума в нашем классе на уроке и на перемене. Как влияет шум на учебную деятельность и утомляемость учащихся. В завершении на торжественной церемонии закрытия в городе Сочи учащиеся получили дипломы и памятные сувениры. По словам руководителей, наши ребята справились со всеми заданиями конкурса достойно и профессионально, несмотря на возраст и серьезную конкуренцию. Работа требует, во-первых, и физической силы, эмоциональной отдаешься. Тем более у меня были две ученицы первого класса. Возраст еще самый маленький они были, потому что это конкурс единственный в нашей стране, который проходит для маленьких исследователей. Здесь, конечно, немаловажную роль играют родители, которые мне помогали. Совместные усилия родителей, учителей, детей. Все вместе это дает такие большие результаты. Ну и, конечно, талантливые дети. Благодаря им наш город, наша республика заняла призовые места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова